В предыдущем фильме я показала женский монастырь, который мы посетили в городе Куско. Еще один монастырь там был, Вориканча, монастырь Святого Доминго. Чувствуется влияние арабского искусства, как альхамбра в Испании. Вот эти лесные двери. Внутри этого музея тоже такой испанский дворик. Ах, красота какая! Мавританский? О, красота какая! И тут вот в галерее много картин разных. Арочки красивые. И вот эти вот все. Вот эти сооружения, это все, что осталось от инков, это их храм. Сверху построили христианский храм. А сверху уже построили христианский храм. Комната света. А, вот эта комната называлась комната света, да? Один из уголков этого места. Такой интересный потолок с плиткой. Плитка интересная, да. Здесь выложены на экспозицию камни, вот с выточенными разными формами. И очень удивительно, как инки все это вырезали. У них не было соответствующих инструментов, типа алмазных резцов или чего-то. Вот. Но вот как-то они все это так вырезали. И камни друг к другу все так четко подходили. А, вот здесь вот, видимо, вот здесь вот стекала вода. Помнишь, желоб? Это элемент желоба. Да, желоб. Вот. Вот, вот, отверстия. Отверстия тоже, но это не сквозные. Ну, это удивительно, удивительно. У них же не было металла, кроме золота и серебра. Чем они это все резали, непонятно совершенно. Здесь макет этого комплекса, когда в нем жили инки, молились, да. Там соломенные крыши. То есть вот то помещение, в котором мы сейчас находимся, у них, у него была соломенная крыша. Так, а там церемония, что ли, какая-то изображена? На макете царя там несут. Как у них цари-то назывались? Везут царя на палантине. Как у них цари назывались у инков? Цари как назывались у инков? Инков? Фигурки у аннули. Этот дворик с этой стороны еще лучше освещен. Туристы тут стоят, экскурсовод. Море цветов. Да, это шикарное место, конечно. Здесь вот тоже справа стена инка, а потом уже идет испанская архитектура с арочками и всей красотой. И гора. Гора шикарная. Вот такая. Такая. Посмотрите, какие здесь шипы. Вот уж никто не залезет сюда. Ни один вор. Ни один вор сюда не залезет. Ни один вор. Тьфу-ші. В пределах столицы инков и ее окрестностей располагались многочисленные святилища, храмы и священные места, скалы, пещеры, фонтаны и так далее, почитаемые населением Куска, которые назывались вакас. Вакы были соедены друг с другом воображаемыми линиями, расходящимися от кори-канчи, и на языке кечуа назывались сауэ, что обозначает линия. И вот здесь на схеме все эти линии, там до каких-то мест, все это, ну как бы и расстояние, и направление, все это обозначено. Большинство инков, почитаемые в кори-канче, были олицетворениями звезд и метеорологических явлений. Чтобы понять эти верования, необходима ссылка на астрономию инков, которую мы знаем из некоторых кратких упоминаний. Летописцев и из популярной астрономии общин Кечуа наших дней. На картине художника из Кускуа Мигеля Ардоса Карта Хены изображен млечный путь в небе Куска в период с июля по август, когда небо ясное и можно ясно наблюдать большинство астральных явлений, почитаемых инками. По группам звезд в анской культуре принято выделять темные пятна на светлом фоне млечного пути и отождествлять их силуэтами животных, пришедших к реке напиться воды и своей тенью притупляющих ее яркость. Эти пятна на языке Кечуа называются Яна Пхую – черные облака. В правой части картины изображен Мача Куай или Большая водная змея. Ближе к центру можно увидеть две небольшие фигурки – Юту Куропатки и Джампату – жабы. Летописец Поло де Он де Гардо писал в 1585 году. Они поклоняются двум другим звездам, которых они называют Кату Чиллай и Урку Чиллай. Ну, в общем, там еще много чего написано о том, как инки воспринимали Млечный путь. И тут еще вот такая картина висит. И обозначение, что на этой картине обозначают символы. Так, вот эти символы и их описание. Я уже все не буду зачитывать. Вот только вот эту каракатицу объясню, что она обозначает. Чуче Чинчай. На языке кечуа – золотой кошачий. Вероятное мифическое существо символом ревности, которого является одноименная звезда или созвездие. Пачакути в своей хронике упоминает, что на празднование дня рождения кошачьего привезли к Чуке Чинчай. Очень яркое животное всех окрасов. Принц Амара Топа, инка. Говорил о нем, как о повелителе ягуаров. Возможно, этот персонаж был также повелителем Града. Так, еще что нам понравилось в этом монастыре. Ну, каменная кладка, резные двери, мебель всякая красивая, очень шкафы шикарнейшие. Вот. А тут очень удивительно стоит Дева Мария, но образ у нее явно перуанский, как будто бы она перуанка коренная, и одежда на ней тоже перуанская. Такое вот мы первый раз в жизни увидели. Здесь все фотографируются. Красивый вид, красивый садик. Красивая арочка вот там внизу. Арочка внизу. Цветочки красивые. Сейчас мы вниз туда спустимся. Тут я засняла еще косильщиков травы. Вот интересно, когда труд очень дешевый, то это не ценится, людской труд не ценится. И вот то, что в Америке бы один человек за полчаса такой участок бы скосил на специальной косилке, на тракторике таком, то тут 10 человек косят, делают невероятный шум и сжигают даже больше. У каждого ветероручная косилка сжигает даже больше бензина. Вообще непродуктивно очень. Еще отсюда прелестный садик этот сфотографируют. Вот там арочка симпатичная. Сейчас мы до нее дойдем, наверное, вот до той нижней арочки. Все фотографируются, народ фотографируется. Ноябрь месяц, а в южном полушарии это соответствует маю месяцу. Розы цветут. Красота. Еще возле этого монастыря Кариканча был небольшой музейчик. Он тоже назывался музей Кариканча. Сейчас я покажу экспонаты, которые мне понравились. Как и во многих археологических музеях, экспонаты начинаются с каменного периода. Вот какие-то наконечники стрел из камня обсидиан. Они были сделаны 5000 лет до нашей эры. Так, здесь уже пошла керамика. На этом плакате написано про керамику инков. Но больше о керамике инков я сделаю в фильме. Следующий мой фильм будет «Музей инков». Так, а эта ваза была сделана в 1438 году нашей эры. А на этом плакате показаны инструменты, которыми обрабатывались земли. Показаны многие сорта картофеля. Кстати, в Перу 3500 разных сортов картофеля. И показаны еще разные продукты, которые были одомашнены. Это разные сорта зерна. Такие как фасоль, кукуруза, кивича, палар какой-то, тарви, канива, лебеда. Лебеда? Зерна лебеды, оказывается, ели. Так, корни. Арака, чай, якон, синяк. Фрукты. Тыква. Тыква – это разве фрукт? Так, дальше. Агу, айманто. Древовидный помидор. Ракота. И клубни. Машва, улупко. Гусь. Папа. Ну, папа – это у них картофель. Папа или папа. Это клубни. Но интересно, что по-испански клубень – это туберкуло. Туберкуло. Почти как туберкулез. Что-то, наверное, общее есть вместо… Между клубнями и туберкулезом. Так, здесь разные каменные набалдашники, которые привязывали к деревянным палкам. И вот здесь и топоры есть, которыми, видимо, лупили. Но вот это вот конкретно – это оружие, которое использовали инки. Здесь показана схема, как империя инков расширялась, начиная с 1438 года. Розовым цветом была такая маленькая империя. И потом вот эти вот все и желтым цветом, оранжевым, зеленым цветом, синим. Но не желтым. Вот. Вот такая стала большая империя инков. И написано было, что сначала они делали расширение своей территории ну, как бы в экономических причинах. Но потом они просто старались расширить территорию, чтобы каждый следующий правитель мог переплюнуть предыдущего. Тут еще много чего написано о том, кто что завоевывал. Ну и рисунки испанцев, как они себе это все представляли. Тут показаны разные кувшинчики, которые сделали инки. Другая интересная посуда. Текстиль инков, где-то 1533-1800 годы. Висячий замок периода инков. Ну, вот еще несколько предметов. Написано «Inca Transitional» с 1533 года. Ну, это когда уже испанцы пришли, но предметы все еще изготовлены инками. Я так поняла. Такой кувшинчик керамический. А здесь совершенно ужасающий плакат, показывающий, как деформировали черепа у новорожденных людей, чтобы они были вот такой длинной формы. Привязывали разные дощечки, веревки, стягивали все. И делали это, кстати, мамы и акушерки. И потом мамы перевязывали эти повязки по мере того, как череп деформировался, удлинялся и принимал нужную форму. По-видимому, считалось, что чем сильнее деформирован череп, тем более властный вырастет человек. А вот и сами эти вытянутые черепа. Кстати, то же самое делали и в Мексике. Оказывается, инки умели делать трепанацию черепа. И вот здесь на плакате показано, как они это делали. Совершенно невероятно. Цивилизация, которая не знала колеса, могла делать вот такие сложные операции. Не знаю, насколько успешно, как потом жил человек с такими дырками в черепе. Но, наверное, жил как-то, кто-то выживал. Несколько брозовых фигурок. 1438 год. Ламы. Ламы, они везде в Перу. Церемониальный нож. 1438 год. Наверное, с помощью этого ножа приносили в жертву кого-то. Кстати, у него на ручке голова ламы. Вот сосуд в виде ламы. Бронзовые фигурки. И булавки для закалывания пончо. Интересный нож с птицей и змеей. Инки не были основоположниками металлургии, но унаследовали ее от культур Чавин и Тиауанако. Эти доинкские культуры знали о металлургии, однако эти культуры обладали гораздо более продвинутыми знаниями. Таким образом, инки изучили и усовершенствовали свои техники и внедрили свой собственный стиль. Их техника была чеканка, ламинирование, ковка, золочение, инкрустация. Слева керамический сосуд, который изображает печь для плавки металла инка. Вот тут еще показано, какие фигурки выплавлялись из металла. Пончо, которое было сделано где-то в 1300 году нашей эры. Довольно интересная расцветка и симпатичные узоры. Этот сосуд был сделан в 1000 году нашей эры. Эта симпатичная бутыль датирована с 1900 по 1460 годы нашей эры. Вот еще такие симпатичные фигурки. Ну, в общем, много еще чего написано в этом музее. Все не прочитаешь. Постарайтесь приехать в Перу, сходить во все эти музеи, посмотреть сами все и прочитать. Читайте книги.